Судно Академик Фёдоров Судно Академик Фёдоров Антарктида Антарктида — единственный в своём роде материк. Здесь нет границ, а земля не считается чьей-либо собственностью. Правда, иные государства время от времени объявляют о своём праве на вечное владение континентом. Но никто не воспринимает это всерьёз. Практически дело обстоит так. Каждая страна, которая испытывает симпатию к Антарктиде, может облюбовать себе любой участок и построить станцию. Места хватает. Скалы, снега, ледники — такой может представиться Антарктида. Для придания суровости этому перечню, само собой, напрашивается эпитет безжизненный. Но это не совсем так. Вернее, совсем не так. Природа Антарктиды весьма разнообразна. Площадь Антарктиды равна площади России. И когда мы говорим, например, в двух словах, скажите, а какие природные условия в России, всегда можно сказать, а где, на полуострове Таймыр или в Краснодарском крае, в Сочи. И это всё будет Россия. И это Дальний Восток и Ленинградская область. И всё это будет Россия. Поэтому вот и Антарктида, ну, не настолько существенные изменения, но всё-таки они очень резко отличаются. И поэтому природные условия, например, в центральных районах Антарктиды, там, где находится станция «Восток» наша, вот, они наиболее суровые. То есть там, именно там зарегистрирована самая низкая температура, которая вообще когда-либо измерялась на нашей планете. В июле 83-го года была измерена температура минус 89,2 градуса Цельсия. Вот. А, естественно, на станции Белинсгаузен, ну, я бы сказал, что это такие... Это даже не совсем Антарктида, это так вот что-то похоже на Архангельск наш, вот если сравнивать с российскими территориями, ну, без леса только. Ну, станция Белинсгаузен всегда у нас была особой станцией. Она находится в так называемой Суб-Антарктике, это район Антарктического полуострова, наиболее доступная часть Антарктики. Ну, кстати говоря, она была и впервые открыта, вот той самой знаменитой первой русской антарктической экспедиции под руководством Белинсгаузена и Лазарева, был открыт вот остров, который получил название Ватерлоу. Остров совершенно необычен по многим обстоятельствам. Во-первых, это место, где, ну, просто наиболее богата флора и фауна. Огромное количество пингвинов, тюленей, всяких там ластоногих, там пингвинов, наверное, шесть типов. Огромное количество птиц, в том числе океанических, антарктических птиц. То есть, очень красивая, очень необычная, очень, ну, просто завораживающая природа. Это раз. Там красивый очень рельеф, то есть, там огромные скалы есть, ледники висячие, там ледопады, купола ледниковые. То есть, вот, с точки зрения, ну, как бы, обывателя, обычного человека, ну, это вот очень красивое место. Второе, поскольку этот остров достаточно доступен, ну, с точки зрения, прежде всего, ледовый, остальные районы Антарктики очень сложно, туда без ледокола не сунешься, а сюда можно. И поэтому там целый ряд государств открыли свои станции. Вот в 68-м году мы открыли станцию Беллинсгаузен, в 69-м рядом с нами открыла станция Чили, а затем, вот, на протяжении последних этих 30 лет, там открылось еще 15 станций и баз разных государств. В октябре 1990-го года на станцию Беллинсгаузен отправлялась 36-я советская антарктическая экспедиция. В трюмы судна «Академик Федоров» было загружено все необходимое для работы полярником. Среди специального снаряжения и оборудования находился и автомобиль производства Волжского автозавода. Новенькой Ниве предназначалось стать основным транспортным средством станции. Незадолго до этого сотрудники научно-исследовательского института Арктики и Антарктики обратились к руководству Автоваза с просьбой в целях опытной эксплуатации и более широкой рекламы продукции Волжского автозавода выделить автомобиль Нива 2121. Если честно, мало кто тогда мог подумать, что этот автомобиль в течение 15 лет будет неотъемлемой частью полярного пейзажа. В свое время, когда эту машину привезли, у нее с каждой стороны было по два колеса на оси, то есть не четыре, а восемь колес. У нас был такой Макеев, сотрудник Николая, который сравнивал эту машину с другими, с канадскими джипами, с Тойотами и так далее. Те, которые у соседей были, она зарекомендовала себя достаточно хорошо. Но потом мы, естественно, эксплуатировали уже после него только в обычной комплектации с четырьмя колесами. Николай Макеев – опытный испытатель. Он участвовал в автопробеге «Москва-Каракума-Москва». Проводил испытания вазовских малолетражек на Камчатке и на Крайнем Севере. В 90-м году Николай Валентинович не только готовил Ниву в Антарктиду, но и сам провел на станции Беллинсгаузен 7 месяцев. Макеев испытывал ходовые качества автомобиля в экстремальных условиях. Был получен обычный серийный автомобиль ВАЗ-2121. Этот автомобиль прошел незначительную подготовку. В основном подходили с позиции тех условий, в которых он там будет эксплуатироваться. Предварительная договоренность с Институтом Арктики-Антарктики выявила те проблемы, которые могут у нас возникнуть в условиях Антарктиды. На автомобиле были изменены расположения системы впуска горячего воздуха, подогрева его. Установлена общая защита от переднего бампера и включая раздаточную коробку. Далее по автомобилю самому было улучшено антикоррозийное покрытие и шумоизоляция. Но то, что она была подготовлена, это было тоже, видимо, сослужило хорошую службу по той простой причине, что климат там в отношении железа очень агрессивный. Я могу вам сказать, что чистое железо там корродирует со скоростью примерно 1 мм в год. Это чистая ржавчина образуется, представляете себе? Почему? Потому что там место, где расположена станция, там такой перешейек между двумя проливами океанскими. Это пролив Дрейка с одной стороны широченный, полторы тысячи километров ширина пролива. С другой стороны Брансфилл. И поэтому морской воздух с солей со всеми при нулевых температурах, это постоянная погода. Зимой там где-то минус 25-30 бывает, но не так часто. В основном это вот 0-10, обледенение, постоянные осадки, постоянная... То есть климат очень агрессивный для данной машины. Но тем не менее она показала себя достаточно уверенно, хорошо, кого она только не возила. Машина прошла антикоррозийную обработку у нас на участке в 46-м цехе, серийную. Единственное, что сверху была завоскована. И мы, пометуя те условия, в которых она будет эксплуатироваться, просто не смыли до конца это покрытие восковое. И это позволило машину эксплуатировать безболезненно такой длительный срок. Если говорить о том, что она выполнила огромный объем работ, ну мы слухаем, безусловно. Потому что, безусловно, ну автомобиль он хорош, когда вот он есть. И это, да, очень выгодно, вот если, например, поехать по каким-либо делам там на соседнюю станцию, там, Кургвайцем. Ну не идти 5 километров, вот, а поехать. И не надо гонять туда ГТТ, который съест очень много солярки за это время. Вот, а сделать это на автомобиле за небольшим, с небольшим каким-то и расходом. И, соответственно, ну немного людей туда-обратно привезти. Но говорить, что за это время она там пробежала несколько раз вокруг экватора, конечно, нет. Это не те, у эксплуатации. У нас любой автолюбитель, ну, который эксплуатирует свой автомобиль, конечно, он больше наездил. Просто даже ездя каждый день на работу и на садовый участок по выходным, вот, у него и то больше пробег будет, чем у этого автомобиля. Но не надо забывать, что все-таки она там эксплуатировалась в условиях бездорожья, полного бездорожья. И вот она очень надежно и хорошо зарекомендовала. Это, да, это был очень хороший рекламный шаг для того, чтобы мы продемонстрировали о том, что наша страна обладает вот таким вседорожником, внедорожником, вернее. Вот. И я знаю, что как раз в то время завод в Тольятти, вот, он активно разрабатывал латиноамериканский рынок. И это было очень все правильно и вовремя сделано. То, что машина проработала там 15 лет, это вообще что-то граничит с фантастическим. Ну, потому что при мне на Уругвайской станции, после того, как я там работал, и удалось соединить большое количество станций между собой, и жизненная большая необходимость была в этом, вплоть до спасения людей. И они привезли туда два джипа, которые, один из них первый вышел из строя на второй день, а второй автомобиль на четвертый день. Вот. Нива отрабатывала вообще великолепно. И самая высокая оценка была дана не мной, а людьми, которые там работали. Через 15 лет автомобиль вернулся в Россию. Сейчас на станции Белинсгаузен новый внедорожник – Шевроле Нива. А наша страница, благодаря официальному дилеру автоваза «Питерлада» из Санкт-Петербурга, была доставлена на автоваз. Сейчас Нива в руках специалистов Управления дорожных испытаний, Дирекции технического развития. И в скором времени, после небольшой реставрации, она по праву займет почетное место среди других экспонатов в Музее истории автоваза. Редактор субтитров А.Семкин